МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Кулагин. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Вот только что в сюжете прозвучало, что не все желающие смогли побывать вот на этом сегодняшнем оглашении, так сказать, приговора. Вот как вы это прокомментируете? Вы знаете, действительно, сегодня проверка закончила свою работу. В состав комиссии входили не только представители Министерства здравоохранения. Мы специально для объективной оценки включили в состав работы комиссии и врачей-клиницистов. Мы включили врачей, которые у нас работают как главные специалисты Департамента здравоохранения по своим профилям. На мой взгляд, комиссия была доступна всем желающим, которые должны были с ним побеседовать, которые хотели побеседовать. И мы неоднократно встречались с коллективом. Сегодня на встрече с коллективом присутствовал у нас первый заместитель губернатора Тульской области, советник-наставник правительства Тульской области, министр здравоохранения. И не все желающие могли прийти и побеседовать как с членами комиссии, так и с руководством правительства и Министерства здравоохранения Тульской области. Поэтому я думаю, что комиссия была доступна. И мы доступны и в настоящий момент. Мы готовы принимать. У нас осуществляется как прием граждан в Министерстве здравоохранения. То есть те люди, которые считают, что они были ущемлены и не обратились, они могут все еще к вам обратиться. А за сколько, реально, на самом деле, за сколько часов было известно, что комиссия будет проведена? Это было известно за несколько дней. За несколько дней. Единственное, конечно, у нас онкологический диспансер не может, не имеет возможности в настоящий момент иметь конференц-зал, поэтому мы проводили в соседнем лечебном учреждении Тульской областной клинической больнице. Но люди были информированы. Ну что ж, давайте, наверное, для тех, кто, может быть, не сначала смотрит нашу программу, давайте напомним, было два письма, где люди жаловались на работу онкодиспансера. Сначала было письмо анонимное, там была жалоба по трем составляющим, по-моему, по работе с персоналом нового врача, ну уже относительно нового руководителя. Да, финансо-экономические вопросы и лечебные вопросы затрагивались. Лечебные вопросы, я так понимаю, это шел разговор, тут страшно на самом деле это звучало, я читала это письмо о том, что, да, испытывают лекарства, якобы неразрешенные на людях. Вот эта часть подтвердилась? Нет, это абсолютно не так. Никаких финансо-экономических нарушений не выявлено в момент. Клинические испытания, которые проводит Тульская областная клиническая, Тульская областная онкологическая диспансер, они проводятся в рамках законодательства, и не только мы, но и проводил проверку Росздравнадзор по Тульской области, и он также не нашел нарушений при проведении клинических испытаний. Ну и плюс все пациенты, которые участвуют в клинических испытаниях препаратов, они подписывают добровольное согласие. Вообще, вы как человек, который, в общем-то, ну, как раз, получается, более общо может смотреть на эту ситуацию, вы, наверное, можете действительно простому обывателю объяснить. Вообще, каким образом действительно проводятся такие испытания? Вы знаете, в эту группу пациентов включаются те пациенты, которым не показано уже хирургическое лечение. Это их последний шанс. То есть это безнадежный. Да, и, ну, не то, что последний шанс, это шанс им получить именно квалифицированную медицинскую помощь, и эта помощь становится доступна, это важно. Ведь не секрет, что в Тульской области онкологическая заболеваемость на сегодняшний день превышает средние показатели Российской Федерации, и эти показатели действительно выше. У нас выше показатель смертности. Но нас радует то, что в последнее время у нас растет выявляемость онкологических заболеваний, и показатель выявляемости, он нас особенно радует, когда мы получаем раннюю выявляемость на ранних стадиях заболевания. Это очень важно. Вот несмотря на то, что вы уходите от темы, на самом деле я согласна, что это очень важно. А что для этого делается? Для этого очень много делается. Мы еще в 2009 году вошли в рамках приоритетного национального проекта по федеральной целевой программе. Мы вошли в федеральную программу по совершенствованию онкологической помощи. Мы уже в то время получили современное рентгенно-радиологическое оборудование, получили ускоритель линейный, мы получили современный компьютерный томограф, и мы можем в настоящий момент на базе онкологического диспансера оказывать помощь, которая относится к высокотехнологичной медицинской помощи. В настоящее время в рамках программ модернизации здравоохранения Тульской области идет переоснащение онкологического диспансера. Вы сами видите, какие ремонты проводятся в лечебных учреждениях. Ну то есть вот я правильно вас понимаю, А вы сейчас хотите сказать, что вот это вот убеждение, что для того, чтобы получить достойную медицинскую помощь, в том числе онкобольным, надо ехать в Москву или за границу, вы хотите сказать, что сейчас оно уже неверно? Или все еще пока не до такой степени хорошо? Безусловно, мы ряд пациентов направляем на лечение федеральной клиники в разъезде высокотехнологичной медицинской помощи по тем видам и профилям, которые не оказывают у нас в Тульской области. Но лучевая диагностика и лучевое лечение у нас на достаточно высоком уровне. Хочу сказать, что важна выявляемость. Вот я опять хочу вернуть вас к проблеме выявляемости. Вы знаете, что по распоряжению губернатора Тульской области по его идее у нас работают выездные поликлиники, выездные врачебные амбулатории, которые осматривают как сельское население, так и городское население в рамках проведения диспансеризации работающих граждан. Поэтому вот мы сейчас все силы нацелили на то, чтобы улучшить выявляемость онкологических заболеваний. Поэтому, безусловно, и в какой-то мере возникают проблемы в настоящий момент в онкологическом диспансере. Почему? Потому что увеличивается поток больных. Безусловно, мы говорим о том, потому что количество больных растет, которые сегодня попадают в онкологический диспансер. А вот та жалоба, которая в письме была указана на то, что нельзя попасть в онкологический диспансер, не дав взятку, она подтвердилась? Нет, она не подтвердилась. На сегодняшний момент мы такие факторы подтвердили. Мы проверяли, члены комиссии анализировали всю медицинскую документацию, начиная от амбулаторно-поликлинического звена до стационара. Это история болезни, это выписки, это направление на госпитализацию. И, соответственно, все операционные журналы смотрели. А каким-то образом представители, я не знаю, кроме как от здравоохранения еще были? У нас в составе комиссии были представители департамента финансирования, Министерства здравоохранения, которые смотрели финансо-экономическую составляющую. У нас также были два юриста. Я просто интересно, кто у нас в медицине специалист по взяткам? Два юриста у нас были в составе комиссии. Я хочу отметить также, что сегодня на совещание пришли даже больные, которые выступали в поддержку существующей системы оказания онкологической помощи. И у комиссии, конечно, мы, когда работали, мы не могли не выявить каких-то замечаний. Безусловно, есть проблемы в госпитализации, есть проблемы в ведении листа ожидания госпитализации. А сколько приходится ожидать людям? Ну, по разным нозологиям, по разным, поэтому так сказать сложно. Ну, может быть, в среднем или от и до, максимум и минимум. Ну, вы знаете... Потому что у нас сейчас ведь люди смотрят не те, которые в основном, в основной масти не те, кто пытается туда лечь. Я надеюсь, что здоровые зрители. Но, тем не менее, вот как раз этот факт интереснее. Ну, вы знаете, вся экстренная помощь оказывается незамедлительной, а плановая госпитализация, она согласовывается с каждым пациентом по профилю патологии, по тому необходимому исследованию. Ну, сколько месяц, полгода, год? Ну, так сказать, циферно, это очень сложно в цифровом исчислении. Ну, где-то там 10-15 дней, вот так где-то в среднем. Но вы сами должны понимать, что пациент должен дообследоваться. И мы с онкологического диспансера снимаем дополнительную нагрузку в виде дообследования пациента. Вы знаете, у нас в регионе открыты межмуниципальные чем диагностические центры, в которых они должны дообследоваться и поступать в онкологический диспансер на хирургическое лечение, уже дообследованный полностью, чтобы уменьшить койко-день, который пациенты занимают в онкологическом диспансере. Ну, хочу сказать, что комиссия приняла решение с целью снижения нагрузки на онкологический диспансер в связи с тем, что сейчас еще и проводится ремонт операционного блока. Мы внесем изменения в наш приказ по маршрутизации движения больных онкологического профиля. И часть больных, часть профилей перераспределим между существующими онкологическими диспансерами, онкологическими отделениями и теми отделениями, там, допустим, Тульской областной клинической больницы, железнодорожной больницы, которая оказывает помощь онкологическим больным по разным профилям. Что это даст? Это действительно даст возможность людям… Мы снизим нагрузку на онкологический диспансер. Меньше ждать, ожидать своего попадания. Да, меньше ожидать, и мы перераспределим на время ремонта вот эту нагрузку. Ну, вы начали, нам уже придется сейчас заканчивать, вы начали с того, что у нас очень много больных с онкологическими заболеваниями. У нас выше, чем в среднем по Российской Федерации. Вот если говорить о реальных цифрах, вот вы говорили, вот люди, которых можно отнести к безнадежным больным, вот которые действительно идут на то, чтобы подписать разрешение на то, чтобы на них, ну, некрасиво слово испытывали лекарства. Ну, знаете, мы сейчас не должны поговорить, наверное, в эфире, что люди эти тоже нас будут видеть. Как часто, как часто, то есть вот сколько таких у нас людей, 10 человек, 20 человек? Нет, это всего 28 пациентов. 28 пациентов, то есть речь идет о них. А есть люди, которые отказываются от такого лечения? Ну, не готов сейчас вам, наверное, ответить. Наверное, есть, но все люди добровольно согласились. Ну что ж, спасибо вам большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.